Николай дал себе такое слово, что я пойду в художники. Николай Андреяки слово сдержал, доказал всем, а главное себе, что живопись — это его призвание. Стал заслуженным художником России, любовь к искусству привил и сыну. Если отец писал карандашом и маслом, то Сергей Андреяки использовал технику многослойной акварели. Выставка их работ сейчас представлена в историко-культурном центре. С экскурсией по ней прошли и участники мастер-класса. Создавать такие шедевры в технике многослойной акварели в принципе может каждый. Достаточно огромного желания и навыков, которые участники могли получить на мастер-классе. Мастер-классы с преподавателями школы акварели Сергея Андреяки в рамках выставок проходят всегда. Этот раз не стал исключением. В ВКЦ собрались все желающие научиться писать в уникальной технике многослойной акварельной живописи. Взяв руки кисти, художники попытались изобразить весенний букет. Педагог комментировала, какие используют цвета, учила, как правильно накладывать слои. Ведь главная задача для тренера – донести информацию, доступную для людей с разным уровнем подготовки. Мы стараемся показать, как можно более доступно, и показать, и рассказать, чтобы могли повторить, запомнить и понять. Ирина занимается живописью в развилковской детской школе искусств. Рисует девушка с детства. Однако грандиозных планов на будущее, связанных с картинами, она не строит. Для нее это хобби, которое вдохновляет и приободряет. Это действительно увлекательно. Изображать то, что ты видишь, передавать другим, чтобы они смогли понять, что ты чувствуешь. Потому что художники чувствуют и видят больше цветовые ощущения, само восприятие мира другое. Те, кто не смог посетить мастер-класс школы акварели Сергея Андреяки, до 3 апреля смогут сходить на выставку художника, чтобы внимательно ознакомиться с его картинами и уже самостоятельно разобраться в технике их написания. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.